Вадим, пожалуйста, объясни нам, сколько раз в неделю нужно тренироваться для начинающих, средних и также продвинутых в калистенике? Для человека, который только начал заниматься, ему достаточно тренироваться три раза в неделю. Допустим, понедельник, среда, пятницу. И на выходные это может быть активный отдых. Что подразумевает под собой активный отдых? Пробежка, скакалка, плавание, климпинг. Допустим, ролики, велосипед, скейтбординг. Абсолютно, как бы даже дайвинг, абсолютно все, как бы активный вид спорта. Можете даже пойти, как бы, в горы, либо полазить где-нибудь. Отдых никогда не подразумевал под собой лежание дома на диване и объедаться всяким говном, сладостями, фастфудом и так далее. Нет. Отдых это здоровая пища, это много фруктов, это много фрешов, это пробежка, скакалка, растягивание, плавание. Различный активный отдых, чтобы ваше тело восстанавливалось от тех нагрузок, которые вы даете, допустим, начинающие три раза в неделю на максимум. Но в эти три раза в неделю вы должны выложиться так, чтобы на следующий день у вас была крепатура, чтобы болели мышцы, чтобы вы чувствовали, что вы устали. Вы должны максимально выкладываться на ваших тренировках. То есть один день вы занимаетесь, один день отдыхаете. Отдыхаете активно. Если вы человек, который работает, то, естественно, вы можете себе это позволить вечером выйти в бассейн, либо на какую-то пробежечку, либо на скакалочку. Но в выходные дни один раз в неделю вы можете себе позволить скушать какой-то фастфуд, сладкое и так далее. Раз в неделю. Чуть-чуть сладкого, допустим, пару печенья к утрам с кофе, либо вечером маленькую шоколадку. Если вы человек, у которого нет излишнего веса, то есть если у вас изначально было худое телосложение, то вы можете себе на это позволить, потому что это не принесет вам никакого вреда. Но после тяжелой тренировки ваш организм требует сахар. То есть и желательно, чтобы вы давали, но не в больших количествах. После интенсивно тяжелой тренировки у вас есть 30 минут, когда вы, допустим, можете выпить ваш протеин и с этим протеином съесть какой-то там батончик, сникерс. Но желательно, чтобы сладкое ни в коем случае не употреблялось перед сном, либо очень поздно ночью. Либо с утра, либо после тренировки. Это два случая, когда вы можете себе это позволить. И это сладкое не пойдет вам во вред. Но люди с излишним весом не могут себе этого позволить, и они должны держать себя на строгой диете. Но опять же, в эту строгую диету должны входить какие-то минимальные, скажем так, плюсы, которые будут давать вам немножко отдохнуть и физически, и психически. Потому что, находясь на строгой диете на протяжении долгого времени, очень тяжело. И как бы даже те люди, у которых излишний вес, и как бы они хотят похудеть, они могут себе позволить на какие-то маленькие радости в жизни. Потому что еда делает нас счастливыми. Но для того, чтобы скинуть этот вес, люди должны уменьшить количество углеводов, увеличить количество белков, увеличить количество кардио. Но как это все сделать, мы как бы перейдем немножко позже к этим вопросам. Люди с средним уровнем подготовки могут себе позволить заниматься от 4 раз в неделю до 5 раз в неделю. Но как должны выглядеть эти тренировки? Это, допустим, вы занимаетесь понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Два дня у вас есть выходных. Но в эти 5 дней ваши тренировки должны выглядеть так. Одна тренировка вы выкладываетесь на 90%. Вторая тренировка вы выкладываетесь на 50%. Третья тренировка вы выкладываетесь на 70%. Четвертая тренировка вы выкладываетесь всего лишь на 30%. И пятая тренировка вы выкладываетесь на 100%. Потому что на последние тренировки вы можете выложиться на максимум, потому что у вас предстоящие два дня выходных, когда вы сможете восстановить свое тело. Но, как я сказал ранее, вы должны восстанавливать ваше тело правильно. Не кушайте фастфуды, потому что после того, как вы съели фастфуд, наелись разных пицц, гамбургеров и так далее. То есть в день тренировки, когда у вас день тренировки, вы приходите, и эта тренировка не пойдет вам, скажем так, в плюс на повышение ваших результатов. Эта тренировка пойдет вам в минус, потому что вы возвращаете то, что у вас было на прошлой неделе. Потому что фастфуд нагоняет кислоту в ваши мышцы. Вы получаете быстрый пампинг, и из этого быстрого пампинга у вас пропадает выносливость. То есть вы не можете, допустим, много подтянуться или много отжаться, потому что ваше тело, ваши мышцы не позволяют вам этого сделать. То есть отдыхайте правильно и позволяйте себе на, скажем так, на называемый читмил раз в неделю. То есть тогда вам это не принесет никакого вреда, и вы будете себя постоянно чувствовать хорошо, здорово. Вы должны всегда чувствовать легкость в своем теле. Если вы чувствуете легкость, то вы можете тренироваться более интенсивно. Для людей с продвинутым уровнем подготовки, которые занимались различными боевыми искусствами, либо кроссфитом, либо гимнастикой, либо велоспортом, без разницы чем, но связывали свою жизнь со спортом, но вне калистеники. Такие люди могут тренироваться 6 раз в неделю, 7 раз в неделю. Я занимаюсь 7 раз в неделю, но мои тренировки опять же выглядят. Я иду вверх, иду вниз, иду вверх, иду вниз. Не каждая моя тренировка идет на максимум моих возможностей, потому что после одной тяжелой тренировки ваше тело требует восстановления. Но если вам нужно идти на следующий день на тренировку, то вы должны сделать эту тренировку в совершенно другом русле. Если вы в первый день работали на выносливость, различные сеты, подтягивания, брусья, базовые упражнения, то на следующий день вы должны соединить эту тренировку больше как бы на кардио, на статические элементы, на повышение, допустим, на повышение вашей силы, на разные силовые упражнения, либо на круговую интенсивную тренировку просто для того, чтобы прогреть ваши мышцы тела, то есть прогреть те мышцы, которые болят после тренировки, которую вы сделали днем ранее. И вот именно таким способом вы должны как бы тренироваться в течение недели, то есть 7 раз в неделю. День. Усиленная тренировка, один день. Вы как бы восстанавливаетесь, но восстанавливаетесь благодаря физической нагрузке. Как только вы чувствуете, что ваше тело уже не работает так, как работало, допустим, неделю назад после 7 дней тренировок, то позвольте себе отдохнуть 1-2 дня, от этого ничего не будет, то есть вы от этого только сможете взять очень многое, ваше тело восстановится, вы будете себя чувствовать хорошо и сможете уже как бы входить на следующий уровень. Но если вы чувствуете себя так же хорошо, занимаясь 7 раз в неделю, занимаясь правильно, кушая правильно, и ваше тело успевает восстанавливаться, то есть в таком случае вы можете заниматься как бы регулярно и как бы и очень часто, не имея никакого отдыха. Но опять же, я не нахожусь в вашем теле, и я не могу знать, насколько ваше тело подготовлено к тем или иным физическим нагрузкам в течение одной недели. То есть вы должны сами прочувствовать, как вам будет хорошо и как вам будет лучше, и как вы оцениваете свой уровень подготовки на занятия от 3 до 7 раз в неделю. Спасибо большое за ответ, Вадим.